По области социально значимые продукты в достаточном количестве. Но как же обстоят дела с ценами на них? Смотрите в материале. В целом ситуация по обеспечению населения области в продукции первой необходимости стабильная. В регионе по сокращенному графику начали работать супермаркеты, где также выставлены наряды полиции. Кроме того, восстановлены каналы поставок продовольствия от производителей области и регионов страны. Жизнедеятельность в регионе постепенно налаживается. В некоторых магазинах цены даже дешевле. По моему мнению, цены доступные. В такой ситуации покупаем продукты в этом магазине. Покупаем хлеб, рис и другое в социальных магазинах. Также в связи с комендантским часом магазины работают в ограниченное время. По словам продавцов, хлеб в продажу поставляется два раза в день. Продуктов первой необходимости в достаточном количестве. Мы работаем с 8 утра до 17.30. Товаров достаточно. Продукты систематически привозят. Как говорят ответственные специалисты, запасов оценных продуктов питания на сегодня остается достаточно. При этом все необходимые условия для бесперебойных поставок продуктов питания создаются торговыми объектами при поддержке местных исполнительных органов. А цены на социально значимые продукты не превышают свои нормы. На сегодняшний день по области в 1973 торговых точках поставка продовольствия стабильна. Хлеб поставляют в семь пекарней. В связи с последними событиями вырос спрос на хлебобулочные изделия. Из-за чего они перешли на трехсменный режим работы. Помимо этого, если в маленьких магазинах объем продовольствия хватает на 15 дней, то крупных объем формируется на 2-3 месяца. Согласно законопроекту, теперь при реализации социально значимых продуктов питания запрещается увеличивать стоимость товара более чем на 15% от цены, предложенной производителем или оптовым поставщиком. Напомним, что нарушители этого требования будут привлечены к административной ответственности.